Но это мы увидим только в следующем туре. Пока музей. Пока музей, в принципе, и на снайперских винтовках то же самое сейчас было. Один пытался обходить, второй пытался стреляться. Поехали. Кстати же, здесь можно полетать же. Прикольно. Поначалу посмотрим, что будет происходить. Макку сразу пытается удобную для себя позицию занять, а язык... Ползет к удобной для себя. И так оказывается, что эти позиции друг напротив друга. Как раз таки, чем им не нравились спауны. Ну и вот они встретились. Два одиночества в открытые арки стреляются. Поняли, что не надо. И опять-таки, лол. Меняются спаунами. Так, что сейчас будет делать язык, если убьет Макку? Ну, видимо, убегать опять-таки. Нет, не он убивает. И Макку ретируется на свой спаун. Язык, собственно, естественно, появляется на своем же. 1-0. Счет открыт. First Blood. Сделал у нас Макку. Кто-то ест там окрошку. Морозы-то, конечно, русские люди. Мороженое, окрошка. Все нормально. Ну и равняет сразу же язык. 1-1. То же самое делает, что и Макку. В принципе, практически в респе убивает своего оппонента. Ретируется на свое. Отстаивается. Что-то, видимо, в чат. Настрочил. К сожалению, нам его не видно. Может быть, знаете, какие-то договоры-уговоры есть. Я не знаю, может, как-то договариваться. Типа, давай стоять вот там-то, там-то стреляться. Похова разберет. Но то, что побаиваются друг друга с первых секунд, конечно же, видно. Раунд тайм. Всего это дело 10 минут. Четыре из которых уже прошли. В общем-то, добрая половина. А киллов пока маловато. Но мы видели в первом музее, что, в принципе-то, все закончилось. И именно благодаря исходу времени один из игроков, в общем-то, и играл на это самое время как на подрыве, на КБ-режиме. Какая тема игра в бомбу, да. Затяжка времени, чтобы бомба взорвалась у террористов. Так и в предыдущей игре, в принципе, один чувак тащил время. Ну, может быть. Может быть, Маку будет делать то же самое. В принципе, отрыв у него пока что не очень большой. Был вообще 2 кила. Теперь он совсем один. Совсем маленький. Ну, как бы, если, может быть, вырвется, да, там, на 4-5 киллов кто-то из них, то будет происходить то же самое. Ну, четкая постановка прицела у Маку. Есть какие-то навыки все-таки снайпера. Посмотрим, что есть у языка. Ответить ему. Язык вот не понимает, где его оппонент. Ну, в принципе, прочекал линейку правой, прочекал мид, никого не увидел, находит, но тут Маку под ящиком сидел и вырос, как гриб, и убил. 5-2, 3 кила. 3 кила отрыв у Маку. Еще парочку, в принципе, ему и можно разменно играть, как в теннисе, обмениваться подачами. Своя в свою пользу, чужая в чужую пользу. И будет все равно тот же самый отрыв сохраняться. Время идет, и время будет играть на Маку. Но это дело будущего. Языку, конечно, надо сокращать этот отрыв. Такой, большой, 2 кила всего лишь. Надо только лишь найти ключик, потому что делает Маку. Но Маку, в принципе, прочекивает, понимает, где его оппонент, и начинает за преградами, за всевозможными прятаться и пытаться ловить как-то оппонента именно на выход, играя вторым номером, давая инициативу своему оппоненту, давая инициативу языку. Ну, язык вот... GPS-навигатор сейчас работает в этой игре. Пытается вычислить местоположение объекта своими локаторами. Язык марш. Да, кстати, тап надо нажимать, конечно, почаще. Кинги, во-первых, решают. Это все-таки снайперские винтовки. Ну, разница здесь не особо большая. В принципе, если бы было там где-то, ну, не знаю, приближающиеся к 100, и у другого московский пинг совсем меньше 10, да, то было бы, наверное, какое-то преимущество меньшего пинга. Ну, здесь всего-то 20-очка. Я особого преимущества у Маку не вижу. Хотя, возможно, это как-то играет. 4 кила он уже впереди. Довольно-таки комфортное преимущество, учитывая то, что остается всего лишь 3 минуты. Ну, и вот Язык сокращает его потихонечку, делая его преимущество. Это более или менее для себя комфортным. В 3 кила. И пытается искать все-таки Маку. Да, приходится ему играть первым номером. Маку, ввиду того, что ведет, в 3 кила все-таки прячется. Ой-ой-ой-ой-ой, лол. Ну, как же в спину-то Язык. Ну, поторопился, что ли, не знаю. Повезло здесь, конечно, Маку. Серьезно, повезло. Стоял спиной к своему противнику. Хотя Язык топал. Не знаю. Более удачливый был Язык. Фазум на Фазум. Работает Фазум Языка. Маку фастит, пишут нам. Ну, пытается, да, пытается. Вот тактика у него такая. Близкая дистанция Фазум в этой. Опять-таки выигрывает Язык дуэли. И 9-7. Уже 2 кила, 2 минуты. Но это вам не 4 кила и 40 секунд, как было в предыдущей дуэли у Дмитрия. Тут все по-рабоче-крестьянски можно разруливать. Ну, вот смотрите. Маку все равно не дается в руки врагу. И уходит в 3-3 кила. Язык опять-таки сокращает. 10-8. Прошу прощения. Туберкулез проклятый. Ну и 2 кила. 2 фрага. 2 фрага, минута 40. Когда Язык... Если Язык сократит до минимума или сделает ничейным фраговую дуэль на этой карте, то, наверное, начнется самое интересное. Начнется такая... Некие овертаймы. В прямом эфире уже в основное время. Потому что, когда останется 30 секунд, и счет будет равный. Ну, самое интересное и сладкое. Но до этого надо дожить. Языку, конечно, время не в его пользу. Надо его... Как-то побороть. Все-таки сокращать дистанцию. Выходит на Маку. Маку опять-таки, смотрите, холдами уходит. Не пытается выходить на дуэли. Фазум не работает ни у того, ни у другого. Язык знает, где Маку. Выходит 2-3. Четвертый выстрел. Пошел с ножом. Резать. Ай, ой, убил. А это можно? Так вообще... Это вообще законно? Это не посадят? Ну, 10-9. 1 килл, 40 секунд. Это не 4 килла, как было у Дмитрия. Надо языку. С лол хп, 19 хп делать 1 килл. Выходить на овертаймы. Или, возможно, хранить. Хранить свои 19 хп до окончания времени. Но надо до этого Маку найти. Любое попадание Маку. Да. 11-9. Господи. Лол. 20 секунд. Язык уторопится бежать, делать килл. Быстрее. Господи. 18-17. Времени на него. Маку понимает, что преимуществом за ним прячется за всемозможными препятствиями. Бегает от Языка. 10-9. 8-8. Просто убегает, не стреляется Язык в попыхах. Пытается бежать с ВМ. Зачем-то. Бери нож. Беги на него. 2-1. И все. И даже контрольный выстрел в голову получает Язык. 12-9 с преимуществом в 3 килла выигрывает у нас Маку. Ну, ожесточенно, конечно, и прикольно. Это все дело было. Да, интересненько. 1-1. Поздравляем мы Маку. Ну, чуть-чуть не срослось у Языка. А шанс был. А шанс был. Вот как бы можно было все вырулить хотя бы на овертайм. Маку у нас в следующую стадию проходит. Ну, а мы ждем еще одну дуэль. Не знаю, будем мы уходить на паузу или нет. Что-то мне возможно тут. Продолжение следует.